Суду гэтые святочные дни повинен пройсти до кожного. Доброчинных мероприемствову подчас новогодних и калядных святов в регионе проводится по традиции вельми шмат. У многих из них принимают удел представники духовенства и улады. На этот раз с веншаваньями и подарунками у больницы Сестринского догляду, у веса и огородня Добружского района, побывали депутаты областного совета. Як пройшла акция свята на святки, у сюжете Марины Джалой. Побывать в Добружском районе и ненавидать святое место свято Иоанна Кармянске. Жанночий монастырь увез цикарма Нельга. Сюду-завсюду едут паломники. Прошим не только из разных кутков Белоруссии, а и из Украины, России, Польши и других краин. Верники поклоняются и молятся мощам святого праведного Иоанна Кармянского. Судом, яке отбывались с прохожанами, лику нема. Люди свято верать у заступництва Иоанна Кармянского. Тут прошел молебен за здоровье, яке провел архиепископ Гомельский Жлобинский Стефан. Мы по жизни всегда имеем ряда таких людей, которые нуждаются в нашей помощи. Мы никогда не должны отказывать в этой помощи настолько, сколько нам позволяет и наши финансы, и наши возможности все помогать. И материально, но и духовно. Духовно, чтобы поддержать человека. От свято Иоанна Кармянского жоночного монастыра до больницы Сестринского догляда у Весца Городня усяго некольки километров. Тут гостей чекают 36 пациентов. Самому старейшему 94 годы, самому молодшему 47. 12 человек прикованные до ложку. Да уже из-за все тут живе Надежда Таранова целых 14 годов. Кажет, что все тут подобается и персонал, и суседи, и догляд. Возить одежду эту, так и надавали мне и импортные, вот и костюм дали. Много одежды уже. Так интересно жить. После тех бедностей, как в деревне жили, я духом тут не падаю. Депутаты и улады Кастяфан поприсутничали на концерте, який подрихтовал для гостей творчий коллектив с Добруша. А потом прошлися по палатах. Для кожного пациента знайшли слова поддержки и уручили подарунки. В больницу Сестринского догляда гости привезли не только солодкие почастунки. Але и вельми необходные тут предметы гигиены и бытовую химию. В эти светлые рождественские дни мы решили посетить одну из таких больниц, которые вот находятся в Добрушском районе. Мы приехали не с пустыми руками. Мы привезли подарки и средства гигиены для всех, кто находится в данном учреждении. Чтобы таким образом хоть немножко скрасить пребывание в данном учреждении. Наша акция проводится совместно с епархией Гомельской области. У большинства пациентов есть дети. По мягчимости они забирают своих родителей на выходные или на ватное лето. Але в последний час, не глядяши на все намагания работников больницы, этим людям вельми потребна увага. Тому такие визиты – это безумовно свято. Очень приятно, что представители власти не забывают наших ветеранов, пожилых людей, которые находятся в больницах Сестринского ухода, на койках Сестринского ухода. Для этих людей очень важно внимание. Они ждут, когда к ним приедут любые посетители. Независимо от того, приедут с подарками, с поздравлениями, с концертами. Для них это общение. Это то, что им очень нужно. Допомогать таким людям мкнутся и Добрушане – школьники, творшие коллективы, священнослужители, частые гости больницы Сестринского догляду. Акции областного совета депутатов протягнутся. Худка начнется подрихтовка до мероприемства с нагодой Дня оборонца Радим. Депутаты с веншуваниями, подарунками наведут ветеранов и участников Великой Чинной войны. Марина Джала, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель» из Добрушского района.